здравствуйте друзья сегодняшнее видео для женщин микрофлора влагалища это то о чем должна знать любая женщина микрофлора влагалища это естественная защита женских половых органов от патогенных микробов состав микрофлоры у каждой женщины индивидуален он зависит от возраста от фазы менструального цикла и от климатических условий микрофлора влагалища женщины детородного возраста отличается от флоры девочек и женщин в период менопаузы именно в детородном возрасте выполняются основное предназначение зачатие и вынашивание ребенка четыре степени частоты влагалища в норме преобладают лактобактерии именно они создают кислую среду и вырабатывают антибактериальные вещества для борьбы с опасными патогенами но в небольшом количестве содержится условно-патогенные микробы анаэробы и аэробы из анаэробов можно назвать микроб под загадочным названием гарднерелла вагиналис этот представитель трудно культивировать на питательных средах для его обнаружения используют пцр тест аэробы это банальная флора растущая в присутствии кислорода это в первую очередь грибы кандида это уреоплазмы и это микоплазмы оценка состояния микрофлоры в имеет четыре степени частоты первое ph кислая количество лактобацилл в норме вторая присутствуют грамм положительные диплококки лейкоциты в небольшом количестве ph кислая третье количество клеток эпителия и лейкоцитов повышено количество лактобацилл снижено имеются кокки ph слабо кислая или щелочная четвертое количество эпителия и лейкоцитов сильно превышает норму присутствуют гноеродные микроорганизмы количество лактобацилл крайне низкая ph щелочная о чем говорят отдельные показатели лейкоциты признак воспаления атипичные клетки сигнализируют о предраковом состоянии эпителий если он отсутствует то это гормональный дисбаланс если его слишком много это признак воспаления эритроциты если они выше норм это травма или воспалительный процесс гарнириллы бактериальный вагиноз грибы кандида вагинальный кандидоз кокки стафилококки и стрептококки свидетельствуют о воспалительном процессе а гонококки о гонорее энтерококки они должны быть микрофлоре желудочно-кишечного тракта при большом количестве происходит воспаление и в моче половой системе трихомонада для ее обнаружения требуется метод бактериологического посева заболевание вызванные условно патогенными микробами при преобладании анаэробов это бактериальный вагиноз при преобладании аэробов бактериальный вагинит преобладание грибов кандида указывает на кандидоз или молочницу наличие уреоплазм и микоплазма хоминис на уреоплазмоз и микоплазмоз это и ппп инфекции передающиеся половым путем причины это длительное применение антибиотиков частая смена половых партнеров это длительный прием противозачаточных средств это сахарный диабет это аутоиммунное заболевание проявление и ппп выделение из влагалища беловато серого цвета с неприятным запахом боль и жжение при мочеиспускании а последствия инфекции передающихся половым путем это воспалительное заболевание органов малого таза а также бесплодие выкидыши мертвого рождения диагностика самый современный метод скрининг pcr-12 универсальный комплекс на выявление 12 видов микробов среди которых лактобациллы гарднирелла вагиналис скандида уреоплазма микоплазма хомини стрихомонада гонокок хламидия цитомигаловирус герпес вирус 1 2 типов pcr-скрининг назначается при подозрении на и ппп при наличии симптомов воспаления в урогенитальном тракте женщина при выявлении причин бесплодия в реальном времени в урогенитальном соскобе пациентки определяют днк указанных выше микроорганизмов в норме должны преобладать как уже сказано лактобациллы при дисбиозе и обнаружении цитомигаловируса вирусов герпеса 1 2 типов микоплазмы уреоплазмы кандида необходима консультация врача ситуационная задача беременная женщина обратилась в женскую консультацию диагностирован вагенит для установления этиологии заболевания проведено бактериоскопическое исследование мазка из влагалища обнаружены дрожжеподобные клетки как подтвердить или опровергнуть диагноз основные критерии для этиологической диагностики кандидоса это выявление возбудителя в данном случае ставим плюс второй критерий это обнаружение в исследуемом материале нитчатой формы кандида псевдомицелия также ставим плюс и в третьих повторное выделение одного и того же гриба в больших количествах для этого пациентке необходимо сдать повторный анализ благодарю за внимание